В Мариуполе российские оккупанты использовали против украинских военных и мирных жителей отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского беспилотника. Как сообщают военнослужащие, у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и вести была тактический синдром, простыми словами, нарушение опорно-двигательной функции. Последствия использования неизвестного вещества еще уточняют. Детально о ситуации в городе расскажет наш коллега, имя его мы традиционно не называем, из соображений безопасности. Коллега, тебе слово. Коллеги, тревожные сигналы поступали перед этим, о том, что возможно будет использовано химическое оружие в Мариуполе. Об этом пропагандистскому источнику РИА Новости сообщал и главарь так называемой народной милиции и псевдореспублики ДНР Эдуард Басурин говорил о том, что не стоит больше якобы терпеть эти жертвы, которые они каждый день несут в Мариуполе, потому что действительно, несмотря на превосходство в количестве, украинские военные эффективно защищаются, и Мариуполь сегодня украинский. И именно от него звучала фраза о том, что стоит прибегнуть к использованию таких жестоких и запрещенных методов. И сейчас военнослужащие пытаются установить, что уже все-таки было использовано. Пока что оказывается помощь пострадавшим, это как и мирным жителям, так и военным. И наблюдается последствия, потому что это произошло буквально полтора часа назад. Сброс был с беспилотного летательного аппарата. Местоположение называть не буду по понятным причинам. Ну, то есть жестокость и цинизм, он с каждым днем все выше. И то есть кажется, что этому уже нет предела, но, к сожалению, мы фиксируем то, что это происходит все по геометрической прогрессии, это все нарастает. И с каждым днем эта жестокость со стороны российских оккупационных войск растет. И это подтверждают местные жители, которым удается вырваться из города. Говорят, что те военнослужащие, оккупационных войск, которыми им приходилось встречаться, они просто, ну, по ним видно, что они просто ненавидят ни мирных жителей, ненавидят ни само название Мариуполя. И сегодня это происходит месть за то, что Мариуполь не подчинился в 2014 году этой российской оккупации. То, что Мариуполь выстоял и развивался прям под носом у России, развивалась демократия. И, к сожалению, это развитие, этот экономический рост, эти все положительные изменения Россия Мариуполю не простила. И сегодня мы видим, что они просто уничтожают Мариуполь всеми существующими методами. Химическими, авиацией. Они обстреливают город с кораблей, они обстреливают город с тяжелой авиацией. То есть идет полнейшее уничтожение города, коллеги. Продолжение следует...